Возможно ли поставка сахара из стабилизационного фонда при Иртышье предприятиям нашего региона? Какова ситуация вокруг сладкой индустрии на сегодня? Подробности в нашем следующем материале. Возможно ли распоряжением Акима в области составить какой-то список через социальную корпорацию по распределению сахара? Поверьте, что на сегодняшний день эта пайка вырезана уже до неимоверности просто. И та ситуация, которая складывается по реализации этой продукции в социальных магазинах, она при восприятии неприемлема. Люди приходят на работу, их надо кормить, и даже 10 грамм в день на человека – это мизер, они нас не спасают. Мы не можем стоять в тех очередях, мы не можем получать эти 2 килограмма. И эту ситуацию как-то надо управлять. Задача СПК – обеспечивать сахаром или социально значимыми товарами продукции для социально уязвимых и незащищенных слоев населения. Понятно, еще не введен механизм социальной карты, мы не можем идентифицировать людей, кто это приобретает, и предусматриваем различные ограничения по продаже сахара или иной продукции из став фонда в одни руки. Но просто для сравнения я вам скажу, до ажиотажного спроса мы продавали условно 20 тонн сахара в сутки или в неделю? В сутки продавали. Когда вдруг, от на момент пошел ажиотаж по сахару, мы начали продавать 100 тонн. Пять раз увеличилась продажа через, ну понятно, через СПК. Но СПК работает с партнерами, социальными магазинами, есть еще сельская местность, и он не может закрыть месячную или же годовую потребность. Этот диалог состоялся неделю назад на встрече главы региона с предпринимателями нашей области. Между тем, на сегодня, по данным СПК Павлодар, сейчас на складах хранится 335 тонн сахара. Кроме того, мы подписали контракт и уже направили средства Тарасскому сахарному заводу. С 5 по 10 июля придет первая партия, должны доставить 204 тонны. К сожалению, Казасан обеспечивает себя только на 5-10%. Остальное поставляется из-за рубежа. Можем ли мы остаться без сахара? Нет, мы никогда не останемся. Запасов сахара хватит на 5 месяцев, потом мы можем начать готовить документы для повторного заключения договора. В некоторых магазинах сахар-песок можно купить по 600, а то и по 900 тенге. Но туда сахар из стабилизационного фонда не поставляют, говорят специалисты. Сейчас мы поставляем в социальные магазины по 416 тенге. Они прибавляют 10% и продают по 458. Сахар, который продается в магазинах по 600-700, а то и 800 тенге, это не социальный, а коммерческий продукт. Предприниматели сами привозят из других мест и продают. По нашему прогнозу, цена должна упасть. После нового урожая цена упадет. Предполагается, что если запасы сахара иссякнуты, более 10 тысяч человек кондитерской отрасли по всей стране могут остаться без работы. Поэтому на встрече с Акимом области предприниматели попросили о поставке сахара из стабилизационного фонда. Предприниматель просит продукт, но такого сахара в стаб-фонде для них нет. Мы его поставляем только для населения через социальные магазины. С начала года сахар подорожал на 61%. По прогнозам Национальной палаты предпринимателей, к осени ситуация вновь может осложниться. Ведь в этом году свеклу засеяли только на 12 тысяч гектарах, что не позволяет удовлетворить внутренний спрос. Мурати Былмажит, Айлон Ракимжанова, Юрий Белевский и Ертас Акпарат.